В этом видео поговорим о создании, настройке и редактировании Тима счета. Для того, чтобы создать Тима счет, в личном кабинете мы переходим в раздел Тима сервис, Тима счета. Дальше в этом разделе мы нажимаем кнопочку создать Тима счет. Для начала выбираем тип счета, это может быть либо Zero, либо Mini, либо Simple. Затем выбираем торговую платформу, на которой мы хотим торговать, MetaTrader 4, либо MetaTrader 5. Если это MetaTrader 5, выбираем систему учета позиций. Также выбираем кредитное плечо, валюту счета и вводим капитал управляющего. Минимальный капитал управляющего для создания Тима счета это 1000 долларов. После того, как мы все заполнили, нажимаем далее. Переходим к настройкам самого Тима счета. Вводим название Тима счета. Это название будет указываться в рейтинге Тима счетов. После того, как ввели название, выбираем показывать рейтинги управляющих, либо его скрыть. Затем показывать историю сделок, либо нет. Выбираете, что вам надо. Выбираете контактный телефон. Также можете к этому контактному номеру добавить мессенджеры какие-либо, если они есть. И контактный email. Это обязательные параметры, так как, чтобы инвестора могли иметь прямую связь со своим управляющим. Дальше вы также можете заполнить такие параметры, чтобы вам на почту приходили уведомления, как создание заявки на новую инвестицию. Если будет инвестиция, то вам на почту будет приходить уведомление. Создание заявки на закрытие инвестиции. Это очень важно, так как если инвестор захочет закрыть инвестицию, а вы находитесь в позиции и маржинального обеспечения не хватит для поддержания сделок, то может быть маржин колл. Будьте внимательнее. Создание заявок на вывод прибыли. Создание заявки от агента. То есть, если захочет у вас появиться агент, чтобы вы об этом узнали. Отмена заявок инвестора агента и закрытие инвестиции по риску на инвестицию. Дальше. Торговый период. Торговый период вы выбираете. И согласно данного торгового периода будет происходить распределение прибыли. То есть, если у вас стоит одна неделя, то каждую субботу будет происходить распределение прибыли по вашему тима счету и также по вашим инвесторам. Если две недели, то первое распределение происходит в первую субботу и затем через каждую субботу будет происходить распределение прибыли. Один месяц, это значит, что каждого первого числа месяца у вас будет распределяться прибыль между вами, инвесторами и вашими средствами управляющего Два месяца, соответственно, это первого числа следующего месяца И затем через каждый месяц будет первого числа распределяться прибыль Три месяца аналогично и один год точно так же Дальше, время исполнения заявок Это в это время будет прикрепляться, открепляться инвестиции Также в это время будет происходить и распределение прибыли То есть если у вас стоит один месяц, то каждого первого числа в это время будет распределяться ваша прибыль по инвестициям и по средствам управляющего В это же время у вас будут прикрепляться и открепляться заявки на инвестицию То есть если инвестор инвестирует, то условно вы выбираете 12 часов дня Ровно в полдень у вас будут прикрепляться его средства на ваш счет Тима Порог приема заявок Это минимальное время, до которого необходимо подать заявку Условно у вас стоит ролловер 12.00 Порог приема заявок 15 минут То есть если инвестор после 11.45 подаст заявку, то она уже прикрепится на следующий день Точно так же и на открепление Далее, подтверждать инвестицию вручную Вы можете поставить галочку, чтобы все инвестиции у вас подтверждались вручную, новые Реинвестирование прибыли Этот параметр касается средств управляющего То есть если вы ставите галочку «Реинвестирование прибыли», то при наступлении, при окончании торгового периода распределяется прибыль И ваша прибыль со средств управляющего остается на Тима счете Она не будет переходить на балансовый Если галочки нет, то все, что вы заработали свыше 1000 стартового капитала, который вы указали, она будет переходить на балансовый счет Также есть параметр «Запретить прием инвестиций» То есть инвестора не смогут на ваш Тима счет добавлять инвестиции Параметр «Вознаграждение агента» Этот параметр вы распределяете между собой и агентом Условно у вас добавился агент У вас стоит параметр, допустим, 10% Также у вас по инвестициям стоит распределение прибыли между вами и инвестором 50 на 50 Пришел к вам инвестор по какой-то агентской ссылке Прошел торговый период Распределяется прибыль между вами и инвестором 50 на 50 Условно вы за этот торговый период наторговали инвестору 100 долларов Между вами и инвестором распределяется прибыль 50 долларов вам, 50 долларов инвестору Но если он пришел по агентской ссылке, 10% от этих 50 долларов с вашего дохода, как управляющего, передается агенту То есть вы получите 45 долларов и 5 долларов агент Также вы добавляете описание на русском о своей тима стратегии О своей торговой стратегии и все, что надо знать инвесторам И описание на английском После того, как вы все заполнили, нажимаете далее Сейчас один параметр пропустили Далее, это у нас закладочка условия инвестирования Вы можете настроить несколько параметров по вашему тима счету Условно, минимальная сумма инвестирования для всех это 100 долларов Вы можете поставить для себя и 1000, и 5000 Какой параметр вам необходим 100 долларов, максимальная сумма условно сделаем 5000 долларов И на это условие вы можете поставить вознаграждение управляющего Допустим, вы хотите, если инвестор принесет меньше 5000 долларов Чтобы распределение вам, допустим, 60, инвестору 40% Минимальный период инвестирования вы указываете Допустим, можно его вообще не указывать Либо указать, что, допустим, чтобы инвестор за вами был закреплен минимум 30 дней То есть, чтобы раньше он не выводил Если он захочет раньше вывести, то будет наложен штраф на его инвестицию В том размере, который вы укажете Но штраф будет переходить к компании После того, как вы это все заполнили, можете добавить еще один параметр То есть, у вас будет несколько условий Если инвестор принесет больше 5000 И, допустим, до 25 То вознаграждение можете, допустим, сделать, что ему 40% А вам, инвестору идет 60% А вам идет 40% И точно так же минимальный период и штраф После того, как вы все настроили Нажимаете Далее Дальше обязательным условием по тема счету является риск менеджер Вы выбираете минимальный риск на инвестицию Это тот риск, на который должны идти сознательно инвестора Условно, по вашей торговой стратегии допускается Просадка, либо риск, допустим, 30% То есть, вы пишете 30% Это минимум, на который должны согласиться ваши инвестора То есть, они при прикреплении инвестиции Будут указывать уже диапазон от 30 до 100% риска на свою инвестицию Дальше стандартно заполняете риски по тема счету Риск на день от 1 до 100% От 0,1 Выбираете согласно своей торговой стратегии Также многие интересуются, можно ли поставить максимальные риски Чтобы вас ничего не ограничивало Да, конечно, вы можете везде поставить по 100% И тогда риск менеджер никак не будет влиять на вашу торговлю Максимальное убыточное тоже сделать максимально можно Но это не рекомендуем Так как риск менеджер, он должен дополнительно защищать вас От просадок и всевозможных последствий этого всего Риск на дневную прибыль Также вы можете поставить максимальную Либо ту, которую вам необходимо Справа поле, напоминаю, это для того, чтобы заблокировать определенные инструменты Если вы собираетесь торговать всеми инструментами Не надо выбирать Выбрать все Вы тогда их заблокируете Как заполнили Нажимаете далее Все, ваш стима счет будет создан Вам на электронную почту придет логин и пароль от счета И через час он появится в рейтинге управляющих Если вы ставили этот параметр Вы создали И у вас он уже появится в вашем разделе тима счета После того, как он появился Вы можете его редактировать Для его редактирования Вы выбираете Заходите на тот тима счет, который вам нужен Если у вас несколько И вам будет доступно просмотр и редактирование ваших условий Допустим, вы можете просмотреть Сколько у вас инвесторов Какая доля И Какие у вас сейчас прибыль, доходность по тима счету Дальше вы можете в любое время поменять условия инвестирования Но эти условия будут распространяться только на новые инвестиции Старые инвестиции, которые прикреплены по своему условию Будут уже закреплены Их менять можно только Согласие инвестора через техническую поддержку Дальше есть раздел агенты В нем вы можете увидеть ваших агентов И Кого они приводили На какую сумму И как распределялась между вами прибыль Дальше раздел инвестиции Вы увидите каждую инвестицию По какому условию она прикрепилась Какой у нее статус Дальше в разделе заявки Вы будете видеть заявки на инвестиции Инвестиции Которые вы поставили в ручном режиме И заявки на закрытие инвестиций Раздел статистика вам доступен Также такой раздел доступен в рейтинге тима счетов Риск менеджер Он для редактирования недоступен Только просмотр Вы можете увидеть по какому параметру Допустим если вас заблокировало Вы здесь его увидите И также раздел редактировать Здесь доступны параметры Как показывать в рейтинге Показывать историю Номер телефона Галочки об оповещениях Описание Также вознаграждение агента Вы можете поменять Но опять же это будет Уже для новых агентов Предыдущие агенты Которые были закреплены По старым условиям Они для них сохранятся Также вы можете редактировать Ваш ролловер в течение дня Условно вы знаете Что у вас будет инвестор Вы хотите его средства В ближайшем времени закрепить Вы выбираете следующий Часовой ролловер Который будет И сохраняете Обратите внимание Чтоб был порог приема Соответствовал этому Чтоб с расчетом на это Сохраняете И соответственно Можно закрыть Тима счет Продолжение следует... Продолжение следует...